друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семья колесниковых мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей а именно сегодняшний кино шедевр семейства колесниковых я бы сказала светка сегодня была в ударе это ребята что-то с чем-то честно я уж давно такого не видела в общем обо всем по порядку напоминаю вам о том что меня появился телеграм-канал ссылочку на него обязательно закреплю в комментариях ну что ж ролик колесниковых который только-только вышел а я уже к вам с последними новостями ролик под названием немного не рассчитала вокруг одни мешки но то что светка все время что-нибудь не может рассчитать к этому мы уже привыкли а по поводу мешков бесконечных баулов тюков это тоже собственно абсолютно нормально в этом семействе то что давным давно должно быть на помойке колеса еще и сами тащут с помойки все это дело собирают у себя складируют и потом видите ли кругом одни мешки ну что друзья мои светик уселась нацепила на себя сегодня не только платок но и очочки еле-еле душа в теле ворочает языку дарина сидит рядом кривляется как обычно с гулькой на голове да друзья мои теперь я так понимаю буду будет ходить с одной и той же гулькой на постоянной основе светка сидит знаете сказав единственное предложение вернее несколько слов всем привет у нас утро нового дня тут же светик зависла замолчала друзья мои прям на несколько секунд глазами бегает зырк-зырк из стороны в сторону видимо собиралась силами вспоминала знакомые слова знакомые буквы и родную русскую речь хотя вы знаете последние несколько лет что я их смотрю не складывается впечатление что русский язык все-таки не ребят это не их родной язык вот тарабарский это сто процентов какой-нибудь их язык как раз таки тот самый на котором говорят наши чулени и чигры да также все остальные обитатели этого дома друзья мои но вы знаете все таки светы наша светы молодца молодец она собралась силами собралась с мыслями да и продолжила сегодня говорит в планах также убраться складировать вещи и опять молчок ребят я уже смотрю на нее вы знаете я смотрю на нее и думаю твою же дивизию что там происходит понимаете нет то что она тормозит но как бы да такое бывает но опять же вот настолько сильно дальше значит опять молчок да она говорит сегодня в планах убраться и складировать вещи и опять замолчала тут уже уставилась на дарину и говорит ты чего прячешься то есть нет бы закончить свою мысль да ну раз ты уже начала как говорится так заканчивай иди уже хотя бы какому-то концу да уже как-нибудь разродить в конце концов она значит решила перекинуть стрелки на мелкую смотрит на дарину и говорит ты чего прячешься ну так как всегда сидит кривляется то у той одно занятие рот набить сидеть давиться едой потому что уже в дарину не лезет да это остальным нельзя дарине всегда можно и сидеть кривляться далее друзья мои наш тормоз перестройки вот это вот тормознутая женщина продолжает сидим говорит пьем чай вот он чай и в этот момент поднимает бокал с чаем демонстрирует нам его и едим бутерброды и тут она опять вот так вот делает знаете в экран засовывает бутерброд и говорит а вот он бутерброд с сыром и с колбасой светка скажи мне пожалуйста ты дура или ты просто вот конкретно уже тормоз мне просто интересно что это что это вообще было что это светик за монолог умалишенной идиотки не ну серьезно вы знаете вот глядя на светку мне становится страшно светка за твоих детей в особенности конечно за ефрема да потому что как можно доверить вот такому тормозу вот такой неадекватной матери вот такого маленького ребятенка как можно ей кого-то доверить я конечно понимаю что не такое бывает периодически да но вот последнее время мне кажется что она уже конкретно нехороша вот прям реально нехороша и а знаете что я хочу сказать если вы снимаете свои ролики да то есть в ролике всегда есть возможность что-то смонтировать что-то вырезать и так далее да это же не прямой эфир ну и потом прямой эфир там что-то можно вырезать и так далее это уже потом да но здесь то не идет же прямой эфир здесь вы можете посмотреть свой материал да посмотреть что вы сняли что у вас получилось но неужели вы не видите что это ненормальная ситуация что она сказала два слова всем привет и зависла глаза бегают из стороны в сторону она вспоминает знакомые буквы и знакомые слова потом еще два слова и сидит опять думает чтобы сказать но это же не нормально ты же вышла уже здороваешься да значит ты должна что-то уже говорить в общем дурдом ребят просто дурдом ромашка самый настоящий кстати когда сидит вот тыкает нам вот в экран а вот это бутерброд а вот это чай да свет спасибо а то мы не знали мы никогда бы не догадались что это такое дарина сидела рядом кстати ребят когда дарина сидела рядом вы знаете вот она с этой гулькой была да у нее глаза были такие знаете узкие приузкие вот когда она там смеялась кривлялась да вот дарина на бифрут она мне в этот момент очень напомнила настю прям глазами такие же были узкие узкие глаза у нее да ну не знаю чего у дарина были узкие глаза но собственно они поменьше чем у той же там виталинки да или у той же анжелки и так далее Но, может быть, конечно, Светка настолько сильно Даринке волосы стянула, когда делала эту гульку, что, знаете, у мелкой как-то глаза уже пошли, как говорится, туда, ближе к вискам. Понятия не имею, что там происходит, в общем, какой-то дурдом. Мелкая довольная, мелкая сидела рядом, счастливая, она, знаете, корчила рожицы, как обычно, говорит, да, а у меня, говорит, такой же бутерброд, сказала Дарина. Ну, мы, собственно, и не сомневались, что про мелкую никто не забудет, ей, конечно же, дадут, да, а вот мне просто интересно, а детям остальным, которые придут из школы, им что-нибудь достанется? Ну, что-нибудь там, я не знаю, ветчинки, там кусочек мяска, кусочек там, или сыра кусочек, или тот же бутербродик, достанется или нет? Светочка, ну, у нас себя очень любит, она и чаек пьет с молочком, да, на нее молочка всегда хватает, для нее всегда хватит. А вот что там, детки, Светочки, ехала, болела. Далее. Далее, говорит, ой, сидит довольная, да, говорит, мы сидим с дочей, типа, слушаем песни. Свет, лучше бы ты своей дочи, да, вместо того, чтобы слушать вот эти, типа, христианские песни, мы такие святые, мы такие все правильные, мы такие верующие, лучше бы ты своей дочи сказала, как в таком случае, если она сидит, слушает христианские песни, то не гоже корчить рожи и кривляться, как обезьяна в зоопарке. Наверное, обезьяна меньше кривляется в зоопарке, нежели твои некоторые дети. Дарина и Никита ведут себя вообще просто, как два вообще неадеквата, самых настоящих. Причем тут же вы слушаете, ты говоришь, песни христианские, да, ну, это ненормальная ситуация. Это все равно, что кто-то будет стоять молиться, да, и просить Господа Бога о чем-то, а кто-то другой будет там стоять и сквернословить, тут же прямо, и ерничать по этому поводу. Это вот то же самое, точно такая же ситуация у вас происходит. Вы даже не понимаете, что это, ну, ненормально абсолютно. Далее, говорит, ой, сегодня готовить ничего не буду, сегодня буду отдыхать от готовки, я не могу. Слушайте, ну, вот может тебе позволить многодетная маманя, у которой семеро детей, да, позволить себе без конца через день, а то и чаще отдыхать от друзья моих делов праведных. Да, да, может тебе позволить готовить раз в пятилетку, Светочка. Ты знаешь, ну, собственно, главное, чтобы твоя утроба и Лешкина была набита, а пусть весь мир, в том числе и твои детки, благополучно подождут. В общем, бедная несчастная остался, говорит, и плов, и то, и сё, и салатики, вот сейчас бутербродиков мы натрескались. Ну, понятное дело, естественно, для них всё есть, ну, а остальные, как говорится, там чем-нибудь, в общем, да. И ещё, ничего страшного, в школе поедят, вот, как Лёшка сказал тогда, ну, тебя же два раза в школе кормят, ну, правильно, а если бы её не кормили в школе, мне просто интересно, родители бы кормили или нет. Далее, друзья мои, начала озвучивать, озвучивать, вот, пишут всякие разные комментарии, ну, а типа, Светочка у нас отвечает на эти комментарии. Вот, говорит, пишут мне, зачем, зачем я делаю такую прическу дарения, и почему, говорит, я не делаю такие прически девчонкам. Она говорит, а у меня никто из девочек такую прическу не попросил. Ну, Свет, во-первых, прическа эта громко сказана в данном случае, да, это что-то вообще непонятное, что-то с чем-то, это получилось не то, что должно было быть на самом деле. Ну, а во-вторых, я просто себе представила с такой гулькой, да, Анжелку тоже, ну, на ней смотрелось бы смешно, да, да, и Виталине, собственно, куда, у неё очень такие достаточно густые волосы, короче, дурдом, ромашка, Светка практикуется теперь постоянно на мелкой, да, благо мелкая осталась пока дома, ей только на следующий год в школу. Задавали, говорит, вопросы, говорит, а почему я так тепло, говорит, всегда одета? Ребята, вот эти вопросы задают уже сколько я помню, сколько я смотрю Колесниковых, да, уже столько лет подряд всё время задают Светочке вопросы. Светочка говорит, я одеваюсь так тепло, потому что мне холодно, ну, собственно, логично, да, правда, Светочка вчера рассказывала о том, как и на улице тепло, и дома тепло, и так далее, а тут у Светочки резко прям похолодало. Она говорит, ну, тут топим, говорит, топим, говорит, ну, тут берём всякие, говорит, брикеты, ну, или палеты. Короче, ничего, как всегда, не знает, не знает, как правильно сказать, и опять жалуется, что выключали свет. Вот, мол, то предупреждают, то не предупреждают, свет отключают в последнее время очень часто. Ну, да, надо же как-то оправдать теперь тот самый момент, переезд из дома в квартиру. Дарина, друзья мои, наводит порядок, говорит Светка, вот наводит порядок Дарина у Шуши. И в этот момент она орёт Дарине, Дарина, не вытирай об себя, об одежду руки. Ну, да, с Дариной такой помощник, что потом придётся, как говорится, да, расхлёбывать ещё больше. Ой, говорит, вы знаете, посмотрите, а у нас-то одни мешки. А я смотрю, ребят, а там и в гостиной, и везде, везде-везде всё в мешках, везде всё в тюках, везде всё в пакетах. Да, говорит Светка, вот, говорит, ихние, говорит, всякие альбомы, ихние книжки. Ну, деток, в этот раз сказала, деток, да, ихние деток. А вон, говорит, Маркиза ходит, всё обнюхивает. Чего, говорит, ты Маркиза тут обнюхиваешь? Ну, Маркиза, видимо, тоже всё-таки уже что-то начинает чувствовать и понимать, что уже всё не так, как было, да, вещи не на своём месте. Животные это чувствуют, как ни крути, в любом случае. Ну, а у Светки в голосе, вы знаете, у нашей верующей в голосе ни капельки сожаления по поводу того, что кошку оставят здесь. Ну, дай бог, если бы оставили здесь, да, мы ведь дальнейшей, так скажем, судьбы этой кошки не узнаем, если нам показывать её не будут. Лёшкины слова, опять же говорю, можно делить на двое. Далее. Далее Светка ржёт, говорит, вон, смотрите, пока тут, значит, Дарина убирает в клетке у Шуши, Максим держит Шушу, а она, говорит, такая коза, говорит, кусается, как сказал, говорит, Максим. Ну, типа, Максим Шушу назвал козой. И Светка, хы-хы-хы, опять. Вот так вот это вот всё слушаю, ребята, и думаю, господи, ну, вот до них даже не доходит, да, что когда они включают вот эти христианские песни, да, вешают у себя над глупой башкой вот эти вот плакаты, да, про Господа Бога, тут же говорят вот какие-то, знаете, пошлости, какие-то гадости, какие-то там маты, да, какие-то там про задницу, про передницу, да, коза там туда-сюда, жри-сри и так далее, да, ну, то это для них в порядке вещей, для детей, кстати, и для родителей, они как-то вот, ну, ну, картинка-то, понятное дело, люди всё прекрасно понимают, что они из себя представляют. Далее Светик уже на кухне, говорит, варю, варю пшённую кашу с изюмом. Немножко, говорит, не подрасчитала, каша, типа, вылезает у Светки из кастрюли. Тут же, тут же, значит, ложкой взяла, ложкой пробует, залезла ложкой в эту общую кастрюлю, попробовала, ложку облизала и опять засунула в кастрюлю. Правильно, Светик, да, всем, как говорится, приятного аппетита, теперь ещё и с твоими слюнями, вот, будет круто. Анжеле отложила отдельно, разродилась Светка, сказав о том, что Анжелка изюм не ест. Ну, мы помним прекрасно, что Анжелка изюм вроде как не ест, но, опять же, у Светки, знаете, у них тоже 7 пятниц на неделю, они то едят, то не едят, да, у них больше разговоров. У Светка тоже болтала постоянно, у меня на грибы аллергия, да, у меня на мёд аллергия, но при всём при этом продолжала жрать и грибы, и мёд, и так далее, и тому подобное. Ну, и говорит, я Анжеле отложила отдельно, без изюма. Ну, Светик, ты молодец, мне вот интересно, а если бы Настя или кто-то из других детей попросили бы тебя сделать им что-нибудь отдельно, что бы ты сказала? Неужели бы ты отложила? Нет, я думаю, всё-таки Светик бы сказала, как обычно. Не хотите, как хотите, нам больше достанется. Да, эту фразу повторяет и Лёшка, и Светка, когда дети говорят, что мы вот это вот, вот это есть не будем. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор, вы знаете, когда Светка сказала, что, ой, надо торопиться, бегом-бегом собираться, а то же нам типа до октября время дали, да, здесь, значит, уже с октября въезжают новые люди, а у нас типа тут и вещи и так далее, боже мой, я посмотрела на это всё, думаю, мы ещё, наверное, недели две-три, это как минимум, это если они вообще свалят из этого дома, мы опять каждый день будем наблюдать, да, ремонт той квартиры, а также вот эти вот мешки с вещами, с тюками совсем на свете. Короче, мои хорошие, покой нам только снится в этом семействе. Ребята, вот такой у меня получился обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии, всех целую, обнимаю, всем пока-пока и, конечно же, до новых встреч!